Всем доброго времени суток в эфире городского телеканала ЮТВ Афиша. С вами по традиции Юлия Боровикова. В ближайшее время расскажу вам о том, чем вы можете занять себя в эти выходные дни. 21 января компания Уфанет совместно с жителями домов на улице Высотной будут возводить огромную сказочную снежную горку для ребятишек. Приходите на это мероприятие, потому что это отличная традиция возведения самой горки. И это отличный подарок для ваших детей. Это крутое времяпрепровождение. Это целое мероприятие, хочу я вам сказать, потому что в программе зимние забавы и подарки зоны тепла и отдыха, горячий чай, музыка и съемка от городского телеканала ЮТВ. Если вы хотите, чтобы горка появилась в вашем дворе, то звоните нам по телефону, который вы видите на экране, или пишите на почту. Вот таким вот образом проходит мини-футбол в Херетсе. Ребята вообще организуют массу интересных мероприятий. Что хочется отметить, что январь не пестрит яркими событиями, ну, по крайней мере, эти выходные. Поэтому в этой афише предлагаю вам мини-списочек премьер, которые состоялись в начале января, но вы, возможно, их пропустили, а в эти выходные у вас есть возможность наверстать. Первый номинант в моем списочке новинок этого года — это выход студийного альбома группы The XX I See You. Ребята выпускали последнюю пластинку примерно пять лет назад. В эту вошли десять замечательных треков. Фанаты отмечают то, что есть некие изменения в звучании группы и связывают это с Jamie XX, который входит в группу и который отлично развивается в сольной карьере. Ребята едут с этим альбомом, его поддержку, в тур, но России в этом списке нет. Удивительно, не правда ли? Вы можете ознакомиться с альбомом на различных серверах, ну, например, Яндекс.Музыка или Apple Music. А теперь, внимание! Не так давно вышел сериал, который лично я ждала с нетерпением. Называется он «Табу». Это британская историческая драма с элементами мистики, можно сказать. Ну, это только я так, конечно, называю, но что-то в этом есть. Над ним работали Том Харди и Ридли Скотт. Действия разворачиваются в далеком 1814 году. Джеймс Дилейни в исполнении Тома Харди после 10 лет скитания неожиданно возвращается в Англию, дабы отомстить за смерть отца. Покойно завещал сыну свое дело, что не радует ни родню главного героя, ни уст-инскую компанию. На мой взгляд, в мини-сериале детально и очень здорово передана атмосфера Англии того времени. А сюжет отсылает к произведениям знаменитого Конан Дойля и Чарльза Диккенса. В тему викторианского Лондона хочу добавить еще один сериал, который вышел в 2014 году и называется «Ужасы по дешевке». В ролях неподражаемая Ева Грин и Тимоти Далтон. Вы верите в существование полумира, сокрытого между реальностью и нашими страхами? Путешественник лорд Мальком Мюррей тайно собирает людей особых талантов, чтобы они помогли найти его похищенную дочь Мину. В этой команде самая загадочная девушка Лондона, мисс Ванесса Айвс. Она является очень сильным экстрасенсом. Хитон Чендлер, зарекомендовавший себя как искусственный стрелок, и юный гений медицины Виктор Франкенштейн. У каждого из героев есть свои секреты, но самым жутким оказывается зло, которое они встречают в трущобах и закоулках Лондона. Да, поначалу ты задаешь себе вопрос, почему это вообще назвали хоррором. Но, дорогие друзья, диалоги, декорации, костюмы, музыка, все это создает в тандеме приятное впечатление от сериала. Атмосфера промышленного Лондона, викторианская обстановка. На мой взгляд, Страшная История это один из немногих сериалов, который вовремя завершили. То есть есть цепляющее начало и не просто конец, логичный трагический финал. Где твой хозяин? Позади вас. А мы возобновляем рубрику на книжной полке редакции. За эти каникулы мы начали, но пока не дочитали, замечательное произведение Дэвида Митчелла «Облачный атлас». Это уже третья книга британского писателя, состоит из шести историй, которые связаны между собой, но происходят в разное время и даже в разных пространствах. Истории каким-либо образом оказываются связаны с главным героем предыдущей главы. Как писал сам Митчелл, буквально все главные герои, за исключением одного, являются реинкарнацией одной и той же души в различных телах на протяжении всего романа, идентифицируемых по родимому пятну. Это просто символ действительной универсальной человеческой природы. Само название «Облачный атлас» — «Облако» — относится к постоянно меняющимся проявлениям атласа, который является неизменной человеческой природой, которая всегда останется и всегда будет оставаться таковой. Напоминаю, что в конце недели в прокат выходит картина Андрея Кончаловского «Рай». Более подробно о фильме я вам рассказывала в прошлом выпуске «Афиши», который вы можете посмотреть в наших группах в социальных сетях. На этом моменте я с вами прощаюсь, с вами была Юлия Боровикова, всем желаю отличных выходных и качественного визуала. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!